Новости культуры. В Кирово-Чепецком музейно-выставочном центре открылась уникальная выставка «Путь Старой Веры». В ее основу легли материалы ежегодных экспедиций к старообрядцам Верхокамья. Их автор, научный сотрудник архива РАН приехала, чтобы рассказать о своих экспедициях и встретиться с потомками старообрядцев Кирово-Чепецка. Вергина Мативосян подробнее. Немного утвари одежды и много фотографий. Все они чуть-чуть приоткрывают закрытый мир староверов. Наталья Литвина много лет изучает традиции русских старообрядцев Верхокамья. Мы очутились в такой странной среде. Не глушь Агафьи Лыковой, а вполне себе обычные поселки с обычными, на первый взгляд, школами, магазинами. Но при этом в перемешку с новыми постройками, совершенно архаичные дома, ушедшие в землю зачастую. И по улицам ходят в перемешку с совершенно девочками с крашенными головами в мини-юбках, ходят бабушки в совершенно традиционных дубосах, в платочках. Старообрядческое население Верхокамья формировалось в основном переселенцами из Поволжья и Центральной России, в том числе Вятской губернии. Надежда Сазонтова из семьи старообрядцев. У нее сохранились книги. Вот это 1854 года. Иконы, лестовка, крест. Помнит женщина некоторые обычаи и традиции своих предков. Мужчины не имели права курить в доме. Вот мой папа никогда не курил, дед вообще не курил. Выпивать это грех, только по праздникам. А уж о том, чтобы перепить, это вообще великий грех. И вот таких вот, в общем-то, я бы сказала, теперешним языком, это порядочность во взаимоотношениях друг к другу, терпимость друг к другу. И вот старшее поколение постоянно, оно вот как-то наставляло молодежь своим примером. В Верховьях Камы староверы вдали от цивилизации смогли сохранить многие традиции. Вот, к примеру, фотограф запечатлел трапезу после молебна. В центре стола обязательно рыбник, если, конечно, не пост. У каждого личная посуда, которой другим пользоваться не разрешается. Еда подается последовательно. Или вот соборная Евдокия Чадова толкует апокалипсис участникам экспедиции. Есть на фотографиях и обряд крещения. Каждый из экспонатов знакомят с нормами благочестия. У мужиков бывают пробиты на плечах рубахи, а у женщин на солнечном сплетении пробивается дубас. И вот здесь это как раз дубас Евдокия Александровна много раз залатанный, зашитый здесь заблатка, потому что он действительно был в ходу. И этими дырами даже, можно сказать, определяется благочестие этого старовера, как он истово молится. До сих пор соборные старушки носят самотканные сарафаны. Плетут пояса, катают свечи вручную и не смешиваются с мирскими в приготовлении пищи. А еще читают книги на кириллице, цитируют и толкуют тексты священного писания и предания, а также поют старинные духовные стихи. Для нас, для Вятки, староверчество это тоже характерно. Но тем не менее, говорят об этом не так много, показывают еще меньше. Например, последний выставочный проект, который прошел в музее Кировской области и был бы посвящен староверам, прошло с тех пор порядка 20 лет. Но ведь это явление не исчезло, оно существует до сих пор. В рамках небольшой экспозиции выставочного зала музея невозможно узнать все. Однако для тех, кто увлекается историей, эта выставка расскажет немало про путь старой веры. Вергина Мотивосян, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.